всем привет всем привет на улице дождь пасмурно ветер холодно это значит что мы где мы в скандинавии да а именно в дании в копенгагене и мы сюда приехали на один день и вообще мы не планировали ничего снимать нам здесь так понравилось что мы решили показать и рассказать где мы были что мы ели где гуляли а это значит что вы найдете что-то для себя полезное когда приедете сюда в копенгаген следующий раз то обязательно попробуйте что-то из нашего эксперимента до приятного просмотра в копенгагене умеренный морской климат то есть перепады температур между зимой и летом небольшие летом температура воздуха в среднем составляет 20 градусов а зимой плюс 3 но при высокой влажности и сильном ветре эти плюс 3 превращаются в минус 5 по ощущениям поэтому если вы хотите комфортно гулять по копенгагену лучше запасайтесь водонепроницаемой обувью водонепроницаемым рюкзаком теплым шарфом и водонепроницаемым плащом с капюшоном в общем копенгаген создает впечатление очень аккуратного красивого и свободного города сердце копенгагена расположено одно интересное место которое олицетворяет собой свободу и название его звучит очень по-сказочному крестьяне сзади меня находится вход в государство маленькое государство которое находится в копенгагене и называется она крестьяне она свободна от законов дании здесь свои законы и здесь за мной находится главная аллея где продаются легкие наркотики и там нельзя снимать нарушать правила мы на этой аллее не будем но дальше мы снимем и покажем вам как там все устроено возник свободный город в результате заселения заброшенной казармы группой хиппи еще в семьдесят первом году и с тех пор крестьяне боролась за право быть и как видим это право она получила на наш взгляд выглядит этот город как место куда сносится весь хлам города но что-то романтичное в нем все-таки есть и и и Субтитры сделал DimaTorzok В общем, в Копенгагене очень много отличных ресторанов и кафе, где можно вкусно покушать. Но для бюджетных туристов вроде нас это не по карману. Поэтому есть чудесный рынок, где находится более 60 стендов с едой с разных стран мира. Достаточно популярное место здесь вот этот прилавок с бутербродами, которыми мы, собственно, и пообедали. Субтитры сделал DimaTorzok Как им это удается с такой ужасной погодой? Но датчане говорят, что нет плохой погоды, но есть неправильная одежда. В Дании есть особое слово, которое описывает состояние благополучия и уюта. Это слово фьюги. Фьюги у датчан ассоциируется с теплыми напитками, с свечами, с мягким светом, с уютом, с Рождеством и так дальше. И есть прекрасная книга, которая называется «Маленькая книга о фьюге», которая описывает все секреты счастья датчан. Поэтому советую вам почитать и стать намного счастливее. В предрождественский период в декабре город преображается, и здесь открывается множество рождественских ярмарок, где можно попробовать разных вкусностей и выпить глюк. Скандинавский вариант глинтвейна с изюмом и миндалем. В Дании своя валюта – это датская крона. Но менять не обязательно вашу валюту на местную валюту, потому что здесь везде принимают кредитные карточки. То есть Дания очень такая высокотехнологическая страна. И заплатить кредитной карточкой можно даже в каких-то таких фургонах, где продают какую-то уличную датскую еду. Но если, конечно же, вы хотите потрогать датские кроны или сохранить на память какие-то монетки, то, конечно, можете поменять свои деньги. И пункты обмена валют здесь очень много. Буквально на каждом портале мы видим «маниэкчейндж», поэтому это не будет здесь проблемой. КОНЕЦ Также мы узнали, что здесь, в Дании, датская компания «Тубр», которая тоже всем очень хорошо известна, она выпускает специальное пиво для Рождества. То есть пиво выглядит вот так. И сейчас мы попробуем что-то за специальное пиво. Вроде как обычное пиво, но на самом деле очень вкусное. Но ничего такого рождественского в нем точно нет. Просто обычное пиво. Обычное вкусное пиво. После нескольких глотков я почувствовал привкус карамели. Не знаю, это мне показалось, либо есть какая-то сладость в этом пиве. Я все-таки советую вам приехать сюда, попробовать это пиво и написать в комментариях, почувствовали вы что-то необычное, либо мне просто показалось. Недалеко от центра Копенгагена находится парк, который называется Тиволи. И он очень красивый. Здесь чувствуется атмосфера Рождества. Здесь очень много развлекательных штук. Здесь можно попробовать еды рождественской. Здесь можно покататься на каруселях. Здесь можно просто пройтись, прогуляться и окунуться в эту атмосферу Рождества. Поэтому настоятельно рекомендуем вам сюда попасть. При входе в парк вы увидите огромную очередь, которая выглядит устрашающе. Но не пугайтесь, она очень быстро движется. И мы в ней провели не более пяти минут. Стоит упомянуть о деньгах. Парк-вход платный. И это стоит 15 евро с человека. Детям немножко дешевле. Тиволи один из самых больших и популярных парков аттракционов в Европе. Кроме того, это самый старый парк аттракциона во всем мире. Он был основан 175 лет назад. Именно этот парк вдохновил Уолта Диснея на создание Диснейленда. Диснейленда Если вы еще не знали, что LEGO это датская компания, мы вам об этом рассказываем. LEGO это датская компания. И соответственно, здесь в Дании очень много магазинов в LEGO. И мы вам настоятельно рекомендуем зайти в один из них. Потому что там есть невероятные фигуры больших размеров. И все эти фигурки были созданы этими кирпичиками LEGO, людьми вручную. И естественно, я думаю, что в принципе это мечта любого ребенка. Побывать в такой магазине и посмотреть на все эти фигурки. И как они вообще собраны. Побывать в такой магазине. Стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так как цены на отели в Копенгагене очень высокие, мы решили снять комнату. Для этого мы воспользовались сервисом AirBnB. Хозяевами оказались молодая пара, датчанка и швед. Именно поэтому у нас в комнате оказались книги о Хюге и Лагом. Ссылку на эту комнату и скидку в 25 евро на ваше первое бронирование через AirBnB вы можете найти в описании под этим видео. Кстати, я успела прочесть часть книги о Хюге и заметила интересную деталь. Описанные там самые любимые датчанами виды ламп я встретила у нас в комнате и в кофейне, где мы пили кофе. Так что подтверждаю всем читателям. Эта книга не вымысел. В общем, мы остались очень довольны нашей поездкой. Даня нас научила наслаждаться любыми условиями и находить во всем позитив. А главное, самим создавать счастье, а не искать его в чем-то. Субтитры сделал DimaTorzok